МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И чего они не могут? Тайны британского королевского двора от нашего политического обозревателя Романа Никифорова. Боже, храни короля хотя бы от тухлых яиц. В Йорке Карл Третий едва не запятнал часть мундира. Злоумышленника упаковали в прямом смысле, но осадок остался. В британской истории головы монархам дар убили, а вот дурно пахнущих салютов еще не было. А ведь начиналось все с салюта артиллерийского. Так в 1948-м страна отмечала рождение первенца принцессы Елизаветы, которая 4 года спустя стала королевой, а ее сын – наследником престола. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великолепный век. Монархи окажутся вечной традициями, гордятся. Королевские сюжеты как под копирку. Отматываем время еще на 16 лет назад. Вот юная Елизавета на инаугурации своего отца Георга VI. Еще минус 25 лет. Основатель династии Виндзоров, дед Елизаветы Георг V, восходит на престол в начале прошлого века и получает гигантскую империю. Ее подданы четверть населения Земли. Король играет важную роль внутри страны в качестве переговорщика и арбитра. Влияет на геополитику. Например, предает своего двоюродного брата Николая II. Запрещает ему въезд из России после отречения от престола. Что же пошло не так? Ну, во-первых, словно месть истории за предательство – проблема с самой империей. При Георгии V она начинает слабеть и распадаться. При Георгии VI уже превращается в Содружество наций без Индии. Хотя запас прочности высок. И молодая Елизавета II все еще фигура авторитетная. Вот ее с помпой встречают в Америке. Дуайт Эйзенхауэр первым из американских президентов нарушает этикет. Трогает королеву руками. Зато реверанцы перед ней делают с толком, чувством и расстановкой. Не то, что нынешние политики. Впрочем, и при Королеве бывшая империя продолжает сжиматься. Количество подконтрольных территорий сокращается с 32 до 14. Чем теперь заняться многочисленным принцем и принцессом на заморских территориях, уже особо не развернешься. А дома их высочество и светлости – что-то вроде актеров в костюмированных шоу. Без звездных гонораров, но с хорошим соцпакетом и зарплатой. Надо лишь соблюдать условия контракта и поддерживать правильный имидж. Патриотизм, крепкая семья, высокий моральный облик. Ну и корги не помешают. Если вы попали в королевскую семью, вам надо примириться с тем укладом, который у них существует. И если ты подвергаешь что-то сомнению, лучше делать это за закрытыми дверями. Если вы из королевской семьи делаете обычных людей, то тогда люди будут задаваться вопросом, а нужна ли вообще монархия. Однако нарушать традиции – еще одна традиция винзоров. Дядя Елизаветы II, Эдуард VIII, отрекся от престола ради замужней американки. А ее младшая сестра захотела замуж за простого фотографа. Ради Маргарет впервые за 450 лет пришлось правила менять, чтобы 20 лет спустя она закрутила новый роман и развелась. Ее пример другим наука. Будущий король за венчанием наблюдал с интересом, а потом вырос и тоже женился, изменил, развелся и женился снова. О вкусах не спорят, но это странная история любви. Молодой красавице Диане он предпочел Камилу, замужнюю даму старше себя, не слишком привлекательную. Младший сын монарха Гарри переплюнул всех. Женился на американской актрисе Меган Маркл. Такая сякая пара не просто сбежала из дворца, но и решила на родственниках подзаработать. Американцы меня поймут. У нас там было средневековье, обед и турнир. Это было так, я как бы сделала реверанс. Приятно познакомиться, Ваше Величество. И такая, так пойдет? Они снялись в документальном проекте компании Netflix. Гарри благородных кровей, а потому сдать своих, согласился только за 100 миллионов долларов. Было ужасно, когда мой брат кричал на меня. Отец говорил какие-то неправдивые вещи, а бабушка сидела и просто наблюдала. Меняется не только королевская семья, но и британская политическая элита. Елизавета II получила в наследство от отца главу правительства Уинстона Черчилля и потом познакомила его с сыном. А умерла вскоре после рукопожатия со своим 15-м премьером, оставив Карлу III фигуру совсем иного масштаба Ли Страс, что продержалась на своем посту всего 44 дня. Но и за это время успела обрушить финансовую систему страны. Ей на смену приходит Риша Сунок, которого вообще никто не выбирал. Просто других желающих стать премьером не осталось. Сунок – представитель новой элиты, потомок жителей колониальной Индии. Но сегодня его семья богаче королевской. Раджа всея Британии – ну чем не символ заката империи? Внести свежую струю – это не Карлу. Слишком долго он просидел на скамейке запасных. За это время чем только не пытался себя занять. Экологию спасал, с головой погрузился в садоводство. Вот его ботанические шедевры. Говорят, он размяк. Каждый день его обслуживает сотня лакеев. Костюмы меняет несколько раз в сутки. Не вешает, бросает на пол. Их надо поднять и постирать. На завтрак ему варят десяток яиц в смятку, из которых Карл Третий выбирает только одно – безупречное. Так что сегодня его утомляют и раздражают простейшие обязанности – ставить автографы – тяжелая работа. Роман Никифоров, Мария Солопова и Кристина Сафронова. Программа «Вместе».